Всем привет, с вами Полтим и недавно вышел iPhone X. Вы его уже можете купить, однако есть проблемы с поставкой. Айфонов просто нет. Стоят большие очереди, айфоны просто выгребают из магазинов. Но однако мы с вами поговорим не о том, как они хорошо продаются, а о том, почему не стоит покупать iPhone X. Итак, если вы все же думаете купить айфон, то рекомендую пока что этого не делать, потому что это первая партия. Зачастую именно в первых партиях происходит какой-то брак. Apple потом это фиксит, и уже вторые поставки, третьи уже идут без браков. То есть эти версии можно покупать. Но согласитесь, отдать тысячу сто долларов и получить какой-то брак не хочется. Теперь о том, почему вообще не стоит покупать iPhone X. Первое, что загнало людей в полный шок, это его цена. iPhone X в среднем в Европе стоит около 1200 долларов. Сумма очень большая, как за обычный телефон, какие бы там технологии не были. И все же, если у вас даже есть такая сумма денег, то сто раз подумайте. Возможно, у вас на руках есть iPhone 6s, iPhone 7, которые будут поддерживаться еще много-много лет. И вы не хотите тратить такую сумму денег. Зачем же это делать? Если думаете покупать iPhone X, то сто раз подумайте по поводу Face ID. Как бы Apple не расхваливала эту новую технологию, вспомните презентацию, где у Крейга Федриги не получилось разблокировать телефон. Он это сделал только со второй попытки. Уже сейчас многие люди пишут, что Face ID работает плохо и очень медленно. С Touch ID это не сравнится. Дизайн, который очень многим понравился, где с двух сторон стекло. На самом-то деле это большой минус. Если телефон падает, то большая вероятность, что разбивается не только экран, но и задняя крышка. То есть вы прилипаете не на замену экрана, а еще и на замену задней крышки. Уверен, для многих это будет отталкивающий фактор. Оттолкнуть от покупки iPhone X может полное отсутствие кнопки Home. Ее там вообще нет. Теперь на экране это такая полосочка, с помощью которой вы можете переключаться между экранами и свайпом вверх закрывать приложение. То есть кнопки Home вообще нет. И если вы приверженец этой кнопки, вы буквально без нее не можете, то, конечно же, не покупайте iPhone X. Экран телефона просто классный. Но все-таки, если вы покупаете смартфон для просмотра фильмов и сериалов, то это не ваше. Дело в том, что имеется борода сверху, которая будет мешать при просмотре фильма. И я уверен, многие люди не смогут смотреть фильм с этой бородой, потому что она будет отвлекать. Если вы уменьшаете картинку, то появляются черные полосы по бокам. Опять же, это уменьшает картинку. И для просмотра фильмов это не то. А на этом все. Пишите в комментариях, что вы думаете о новом телефоне, и будете ли вы покупать iPhone X. Будет интересно прочитать. С вами был AppleTem. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео пальцем вверх. Не забывайте о яблочках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok